Привет всем, кто подключился к моему каналу. Я в Актау и сегодня наконец-то я попробую сделать небольшой репортаж из одного из районов города. Я пройду сейчас по первому микрорайону и пройду место, которое называется скальная тропа. Это значимая туристическая достопримечательность Актау и все ее советуют посетить. И вот я это сегодня и сделал. Ну вот, в общем-то, начало этой тропы. Хотя, скорее всего, это все же конец тропы. Я, как всегда, захожу нестандартным путем с конца. Ну, в общем-то, неважно, справа налево или слева направо ее проходить. Чудесные пушистые растения здесь. Не знаю, как называется. Местные ботаники, подскажите, что это за такое растение, которое вот с таким пухом растет здесь. Ну и скальный берег. Это мягкая порода. Известняка или что-то типа того. И сейчас мы посмотрим, что же это за тропа положено здесь. Вот такие стильные скамейки здесь установлены. Из отдельных фанерных дощечек, что это я скажу. И схема тропы с указанием опасных участков. Ну да, может, конечно, по голове прилететь. Попород такая. И на ней отмечены еще какие-то знаковые места. Куалет, так сказать, пещеры и достопримечательности. Ну, сейчас пойдешь по тропе и все это увижу. Вот такая здесь дорога проложена. Это не дерево. Это композитный материал под дерево. Это все здорово сделано. И не боится сурового климата, который здесь, в общем-то, есть. Потому что влажность, солнце огромной мощности светит. И дерево просто разрушилось. Но вот эти материалы говорят, что они очень неплохие и выдерживают любые погоды. Впрочем, здесь вот что это? Да, это обычное дерево. Вот лавочка из обычного дерева. Здесь видеокамера установлена, чтобы народ не хулиганил. Ну и вообще следить за этим местом. И, в общем, такая живописная тропа, по которой я сейчас и пройду из конца в конец. Здесь где-то полтора километра она всего. Кроме того, на самом берегу тоже можно посидеть. Есть такие самодельные какие-то лавочки. В общем-то, здорово. Ну вот, популярное во многих местах скамья примирение. Здесь тоже установлено. Сделано так, чтобы сидящие, хотят они или не хотят, двигались ближе друг к другу. Вот. Сидели, придвинулись ближе друг к другу, помирились. Так, ну я иду дальше и посмотрим, что здесь есть еще. Пока наслаждаюсь чудесными видами, потому что, ну, классные виды открываются отсюда. Здесь действительно море не такое грязное, как песчаная месть. Приятно прогуляться. Сейчас отгляду вот этот длинный пирс и поснимаю с него тоже море. Чем дальше я иду по этой тропе, тем больше мне нравится. Молодцы организаторы, что сделали здесь эту достопримечательность. Офигенно приятно прогуляться. В любое время года, наверное, летом жара, но бриз, бриз, море должен охлаждать. Здесь мы видим, что человек рыбачит, что-то пробует поймать на удочку здесь. Длинный такой вот выход, прям далеко, в море. Сейчас я иду до самого края. Походу, в движении тоже есть лавочки. Можно посидеть там. И тут множество укромных уголков. К сожалению, вода все-таки взбаламучена шторбом. Нельзя сказать, что она прям прозрачная, прозрачная. Тем не менее, что есть, то есть. А мутной воде, наверное, лучше ловить рыбешку. Хотя, не знаю. Что-то не видно, чтобы у него хорошо ловилось. Здесь можно заказать, снять катамаран прогулочный, покупаться. Тоже написано, что купаться не разрешено, потому что работает морская техника. Ну, ездят постоянно, ездят катера. А люди просто у тебя будут посидеть. Фотографироваться здесь здорово. Вот ребята прошли. Ребят, как у вас впечатление от Актау? Хорошо. Все хорошо? В любом случае, хорошо. Лучше, чем могло бы быть, я так понимаю. Класс, это точно. Но тут-то вообще просто прекрасно. А, и погода, и... Вы откуда, если не секрет, с какого региона? С Москвы. С Москвы, с Липецка. Ну да, по сравнению с Москвой, Липецка, конечно. У нас снег, так что тоже есть с чем с вами. Я считаю, что замечательное место для прогулок сделали. Все очень здорово, стильно, архитектурно. Изыскано, можно даже сказать. Ну, нормально. И не вычурно, и вот так как надо. Да, и деревянные скобейки здесь тоже прямо в стилях вписываются очень здорово. Такая площадочка здесь. Наверху есть туалет, парковка там же. Здесь может дискотеки устраивать, танцы. Говорят, что здесь вечером еще все более красиво, потому что есть замечательная подсветка. И, конечно же, вторую серию видео отсюда с тропы я сделаю на чинулию. Приезжие россияне со мной здороваются, принимают меня за местного. Потом выясняется, общаемся. В общем-то, вот, кого я не встречал из приезжих, все вообще адекватные, не суперадекватные люди. Это не быдло тагильское, Тагил рулит. Нормальные, адекватные люди, которые, вот, в общем-то, не по своей воле сюда приехали. Но сейчас наслаждаются и погодой, и видами, и тем, что здесь спокойно, так скажем. Мой канал по-прежнему не политики, поэтому я и политических оценок ситуации никто не делаю. Сейчас мы находимся в этом месте, в этом состоянии, и пытаемся получить какую-то пользу от этого состояния. Ну вот, не было бы несчастья. Не было бы счастья, не для несчастья помогло, как говорится, в старой русской пословице. Вот отсюда шикарный вид открывается на море. Вообще мне Актау как-то вот напоминает Кипр все время. Похожие скальные породы, похожие пейзажи местами. Вот сейчас вот как бы я в Кипре, прям в Кипре. Прям Кипр-Кипр. По тропе множество есть укромных уголков. Вот раз, можно сюда спуститься. Надеюсь, я не очень помешаю ребятам. Я быстренько пробегу мимо вас. А, здесь капает водичка. Отмечена как родник. Не пробовали пить? Так. Пройдемся здесь. Здесь прохладненько. Лето, наверное, очень популярен этот закуток, потому что, ну, прохладно. Тенек здесь такой. Вот такие виды отсюда открываются. Есть здесь и верхний смотровой ярус. Я, наверное, обратном пути пойду поверху. Ну, а пока все еще. Непосредственные близости от моря. Насторождаюсь такой шикарной, или шикарной погодой сегодняшней. Сегодня не такой осеньный ветер, как был в будущих дни. Ну, достаточно для того, чтобы создать вот для нас такую красивую воду. Близлежащие скалы все красивее. Выветривание сделало причудливые формы из этих скальных пород, нетвердых. Выветрило все такими живописными щелями все это. Я говорю, что это мне очень здорово напоминает Кипр. Некоторые места Кипра, каньонные, где я побывал ранее. И которые можно тоже посмотреть у меня на канале, если есть у кого-то желание. Ну, а я продолжаю гулять о скальной тропе Октаву. Здесь, ребята, здорово. То есть вот в Октаву, как бы в самом городе, ну, ничего такого прямо особенного нет. Но это скальная тропа, это здорово. Молодцы. Еще раз повторяю, молодцы организаторы и государство, которое дало денег или какие-то частные лица. Я точно не знаю, кто финансировал все это. Но это здорово, что здесь такая есть тропа. Это просто замечательно. Двадцать четыре смотровые площадки на этой тропе расположены, но количество лавочек нужно, наверное, сосчитать. Много стоит здесь в голове. Дукром уголково, здесь можно посидеть, отдохнуть. Ну, а количество мест для сверху, двадцать четыре официальных, а так, в принципе, каждый фотографируется на том пейзаже, который ему больше нравится. Здесь действительно много мест для фотографирования себя любимого и, конечно же, мура. Вот люди тут загорают. Я подозреваю, что это россияне, которые уже вернули осенние сырости осеннего гнастя и теперь наслаждаются теплым Каспийским солнышком. И вот здесь вот шикарные скалы, которые тоже не видны для жителей средней полосы России, конечно же. Да, и во многих местах Казахстана тоже такого нет. Это Каспийская низмность, если я не скажу, астакан называется. Хотя нет, Каспийская низмность это где-то в районе в районе Астакана. Вот, девчонки загорают. Я бы тоже позагорал бы сейчас, но мне нужно идти по тропе и снимать. Очень красивые волны здесь разбиваются о скалы. И я подхожу, похоже, к концу тропы и к началу как вам будет угодно. А вот я подошел к волну такой цилиндрической формы и он висит на честном слове и даже немножко страшно мимо него проходить. Кажется, сейчас он скатится и на тебя. Вот как будто прямо вот он как его природа сделал таким полупруглым-то. Вот люди занимаются спортом. Здесь это правильно. Здесь самое самое спортом. Вообще, волны очень разнообразные. Боже, вот там плывш какой-то здесь более интересный. Здорово. Здорово. И природа поработала. И люди поработали для того, чтобы подписать эту тропу в ландшафт, не нарушить его, а наоборот только улучшить. Да, восторгаюсь, я восторгаюсь. Говорят, что в СНГ подобных тропов нет. Очень может быть, потому что ландшафт таких не очень много. и приложение сил, которое здесь сделали, вот принесло свои плоды. Здорово. Какому-то саммиту ее делали, тропу. Ну, саммит прошел, а тропа осталась. не устаю я восхищаться этой тропой, потому что для прогулок лучшего места трудно передумать. сошел с тропы на камне. Как красота вокруг. Ты прямо с сиропоря считаешь, что находишься. вот место, где тропа подходит, проходит прямо под козырьком. Таким камнем написано, что опасность камешков, но на самом деле не должно здесь ничего сыпаться. все-таки я пойду побыстрее. Мало или что, шапка, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Я не хочу пока что еще. Такие дырочки появились в скалах, во все от выветривания. Как работает природа. вечером здесь будет очень красиво за счет иллюминации искусственной. Обязательно сейчас еще вечерком проеду сюда. Какие-то придурки здесь тоже набили стекла. Не надо так делать, нужно беречь место красивое. Любые места нужно беречь. Здесь так прекрасно, ребята. Не мусорки, пожалуйста. Вот тут не санкционированный небольшой пляжик. Люди купаются и не без удовольствия купаются. Здесь песочек, кстати говоря. Ну, может быть, я искупаюсь завтра или послезавтра. Ну, а здесь тропа уже превращается в широкую набережную, я бы сказал. Скалам подходить не рекомендуется, может что-нибудь упасть сверху. Ну, а здесь уже тропой не пахнет. Широкая набережная, большая. Вот молодежь гуляет. Привет, привет, ребята. Валейкум. Валейкум. Асалам. Откуда? Сибирь. 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 И для меня, конечно же, это место сейчас очень благословенно, потому что, ну, блин, тепло. Лох, солнечно, классно. Вот здесь такие инсталляции скульптурные. Можно подойти посмотреть поближе. Это стилизация под каменных баб, которые тут и там по степи разбросаны в Казахстане и Кыргызстане и других местах. Туркмении тоже, по-моему, есть. Они, конечно же, вот, именно современные и сделанные недавно современными шкульптурами. Но все равно здорово. он просто кушевался маленький Каспий. Замечательный сюжет. русалка по одноименной опии Доргомырского. И не говорите мне, что это сармата. В общем, это нормальная скульптура. Здесь гроб есть, но вход у него почему-то закрыт, видимо, из соображений безопасности. Можно, конечно, зайти. Надеюсь, меня не убьет и не убьют. Можно эту загородочку обойти и на свой страх и риск зайти сюда. Здесь видимо не очень хорошо с техникой безопасности сейчас в данный момент. Но вообще здесь установлены лавочки и даже подсветочка какая-то есть. Ну, в данный момент закрыто. Ага, вот он, какой красивый грот действительно. Не знаю, почему закрыт. Вроде бы так не видно, что здесь что-то собирается на кого-то падать. Нормальный такой гротик. Очень атмосферный, я бы сказал. птицы здесь живут естественно и пакостят и оставляют свои следы. Но здесь прикольно. подсветочка есть. Такой вот гротик. Сейчас попадает дневной свет. Наверное ночью будет еще загадочней. Прикольно. не хватает на мой взгляд здесь одного по этой по всей тропе. Хоть несколько будет фонтанчиков с питьевой водой, но с водой вообще в октаву не очень здорово. Вода здесь питьевая от опреснителей. То есть она морская по идее. Соленая вода, которую опресняют и она идет в качестве питьевой уже. Поэтому здесь с этим немножечко проблемы. поэтому и нет. бы в жарко в жарко это время года. Хорошо бы если была водичка. Ну я многого хочу. Так вышел я из грота и опять выхожу на тронку. Здесь совершенно не что 5. То есть здесь хочется находиться долго долго вообще не уходить отсюда. Хотя наверное летом жарко. Летом жарко открытое место. Сейчас очень хорошо. Тоже ходят не нарадуются теплой погоде. Нравится октава. Ну а здесь тропа уже пришла обрежда советского типа с бетонными сборчиками асфальтом. более в виде что чисто. нормально все чисто и море такое же как и в двух ветрах отсюда замечательное. Здесь тоже можно прогуляться хотя конечно уже не так живописно. Хотя дальше вот набережная тоже идет но это уже не относится к скальной тропе. В общем-то скала практически сошла на нет небольшой сборок такой остался ну и дальше набережная которая окремлена посаженными деревьями. Здесь кстати амфитеатр и деревянная ветерина эстада. Здесь устраивались и может быть до сих пор устраиваются какие-то мероприятия какие-то концерты проводятся под открытым небом а тянет что конечно сделано еще незапамятные времена советские но вот оно здесь существует и может быть даже еще есть аккаунты кто смеет вам видео подскажите проводятся ли какие-то мероприятия вот здесь в этом месте мне кажется должны ну и дальше каменные площадки каменные платформы тянутся которые опять же напоминают мне кипр места возле пафоса где-то там ну вот настал вечер я вновь вышел на тропу не тропу а тропу мира для нас сейчас здесь включили вечернюю подсветку и при свете ее я и тропу и поснимаю сейчас пойду где посветлее и буду лари-патарскую продолжать мы видим как подсвечен путь и вот по этому по этой дорожке с огоньками я и прогуляюсь с удовольствием сегодня еще освещает тут луна вот я подошел к гроту которому которым был днем сейчас тоже его подсниму потому что здесь сейчас как раз самая красивая подсветка наверное разными цветами подсвечивают и приобретают вот такие фантастические цвета фантастическую атмосферу немножечко вот так здесь красиво шум моря доносится сюда по-прежнему вроде бы как сюда запрещен вход ну не знаю кому нужно заходить я тоже зашел вот собаки здесь гуляют и самый дальний угол грот там стоит лавочка можно уединиться у кого есть желание высалочка без подсветки но все равно прекрасно на самом деле я прогуливаюсь не один ко мне присоединился Алексей мой сосед по хостелу житель бывший житель Калининграда вот он идет здравствуйте здравствуйте как Алексей тебе первые дни я восхищен ты восхищен этим местом а что про октаву можно сказать октаву мне поразил своей широкостью широкость широкостью улиц хорошая советская архитектура но выполнена она тоже в среднеазиатском стиле нет отвесных стукатура все чисто улица чистая ну не преувеличивайте прям мужчина я считаю это личное мое мнение хорошо принимается ну а скальная тропа что вы скажете о ней скальная тропа ну единственное все прекрасно брусчатка подкачала а вот здесь нормально здесь нормально да там скользко задумка хорошая с подсветкой а самое самое интересное это отель он как бы в скалах посмотрите в скалах да и как бы вот между двух скал слева и справа в центре собственным бассейном да 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 очень даже красиво ну что пойдем дальше наверное западный архитектор придумал возможно 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 пойдем дальше прогуляемся вдоль этой прекрасно подсвеченной скалы стены скальной мы видим что скальная стена меняет свою подсветку по одного цвета по другому это здорово говорят еще музыка есть сейчас походу есть отключена ли сейчас музыка или нет мы продолжаем движение очень прикольно походить среди этих подсвеченный скал днем одно ощущение ночью другое сказочность забавляется шум прибой это там дальше темень темнота ну а здесь все таки это весело и приятно для прогулки да Алексей цвет меняется меняется цвет не дает глазам застояться на одном цветовом профиле так скажем народ с удовольствием гуляет я представляю как летом спадает жара и весь народ не ходит сюда погуляться подышать свежим морским воздухом сейчас сколько сейчас градусов на мой взгляд 18 градусов лето 18 градусов примерно не жарко и не холодно самое то легкий легкий ветерочек вот люди ходят в майках и в общем очень приятно красотища вот так вот можно долго стоять или идти и наблюдать игру света на этих скалах возникают различные ассоциации образы какие-то возникают смотришь когда на эти изъеденные воздухом дождем скалы допустим напоминают это вот знаешь в сша есть гора вот рашмор по-моему где вот вырезаны американский президент да 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 если посмотреть вот так со стороны вот так сбоку не хватает там три президента сша ну здесь тоже можно кого-нибудь было бы изобразить где-то по-моему в Южной Дакоте по-моему я помню во всем сером варианте там все это выполнено да я помню давай посмотрим как это выглядит у американцев а мы не будем подсказывать кого можно вырезать в этих скалах вот здесь мы видим вырезан верблюд верблюд это почетное животное в Азии и оно до сих пор в сельском хозяйстве играет довольно значительную роль и молоко пьют и шерсть стригут с них и в Казахстане посмотри если камера сможет да вот я сейчас заголю мы увидим президентов и вот можно сравнить с нашими скалами даже просится вот здесь даже видится в некоторых очертаниях какие-то лица но это у каждого в меру его тёплит просто какая-то скально-световая медитация плюс шум моря необыкновенная атмосфера народу немного классно вот это место с козельком которое я проходил днём гуляешь гуляешь по тропе хочется останавливаться буквально через каждые там 20-50 шагов останавливаться делать снимки и вот я дошёл до родника у которого тоже был днём он здесь тоже подсвечен и такой сказочный вид приобретает некоторым некоторым образом тоже такой гротик получается и вот вот эта скамейка никогда не бывает пустой здесь всегда сидят парочки что днём ты сюда заходишь что вечером обязательно кто-нибудь сидит извините ребят не буду вам мешать прохожу вот там вдалеке видимо причал яхт клуба не в таком уж далеке дальше идёт на спорт ну а я буду постепенно этот репортаж заканчивать луна сопровождает наш путь ну так что буду с вами ребят прощаться я на этом репортаж о скальной тропе я сделал ещё буду делать репортажи за каус смотрите пожалуйста пишите ваши комментарии ставьте лайки оставляю на всякий случай свой ватсап в описании вдруг кто-нибудь какие-нибудь предложения сделать куда-нибудь съездить что-то посмотреть я с удовольствием присоединиться к любой такой инициативе в общем всё кроме голодовки и конечно же войны на этом с вами прощаюсь спасибо за внимание и пока